Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе в ВК. И всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент, Серега, Ури! И сегодня, ребята, мы будем играть в игровые автоматы. Ребята, ура! Это ваша любимая рубрика, но не простые. Потому что сегодня мы переместимся в прошлое. Да, ребята, но это прошлое, оно не скучное, это веселое прошлое. Представляете, раньше было такое время, когда не было ни интернета, ни Фортнайта, ни Роблокса, ни мессенджеров. И представьте, чтобы выйти погулять, нужно было звонить по домашнему телефону и потом встречаться на улице. Да, отстой! Это жесть. Даже канала А4 не было. Но, ребята, дети того времени все равно улыбались и веселились, поэтому давайте сегодня окунемся в эти времена. Вы это, зовите своих родаков к экрану. Это же автоматы из их детства, пускай они получат дозу ностальгии. Ага. Посмотрим, во что играли динозавры. Э-э-э. Суждаю. Погнали, начинай. Ты решил выбрать охоту? Да, я хочу стать снайпером, выйти, так сказать, на МИД, на Дасте и проверить свои возможности. Давайте сделаем обзор на автомат. Во-первых, ему 33 года. Называется снайпер, сделан в чебоксарах. Чебоксары. Абсолютно. Так, это получается автомат старше меня на 10 лет. Нет, на больше. Офигеть. Так, что здесь надо делать? Все очень просто. У тебя есть вот такое вот ружье и курочек. Да, никаких скинов покупать нельзя было. Пушка только одна. Да. А чтобы начать играть, нужно было немножечко иметь денежек. Вау, вау. Э-э-э, это мне на день рождения подарили. Донатер. Смотри, тут сразу написаны правила. О готовности автомата к работе сигнализирует светящееся табло. Стреляй 20 раз по 20 мишеням. В общем, в этих автоматах никогда ничего нельзя было выиграть. Но если ты пройдешь его полностью, то есть покажешь возможности, тебе дадут еще раз сыграть бесплатно. Закидываю монетку. А, ноль, все, стреляй. Так, смотрите, не было светодиодов. Были вот такие вот супер-супер древние лампы. Ну, дед у меня такие лампы уважал, поэтому я сразу обратил на это внимание. Все, я снайпер, готов. Написана команда ОГОНЬ. Я должен прицелиться. ПЛИТ! Приятно. Вот, вот он я, вот он я, снайпер. Так, на дну вправо, попал. Хорошо идет. Опа! Блин! Да ничего, ничего. Хорош. О, отдача. Есть. Все, конец игры. Вообще понравилось, хочу еще попыточку. Во-первых, отдача реально такая прям пацанская. Отдача? Плечо? Да, я хочу еще попробовать, мне понравилось. Ладно, 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 подожди, подожди, у нас еще много автоматов, но я тоже обязательно попробую и скажу, какой у меня будет результат. Ребята, что мы обнаружили? Советский прогресс. Вот смотрите, мы играли в снайпер 1, а это снайпер 2. Обнова. Лучший привод, обновленный дизайн. Глентик уже сыграл, и что можно сказать? 20 из 20 выбил, все гораздо точнее, интереснее, отдача больше, даже вибрация появилась. Ребята, в советских игрушках тоже выходили обновы. Чебоксары делали вещи, реально. Ребята, вы только посмотрите, какая находка. Это хваталка, но она такая красивая, такая нереальная, винтажная, и тут можно выиграть сладости. Ребята, мне нужен чупа-чупс. Хорошо, я постараюсь. Где мой кошелечек? 15 копеек. А ты уже заценил название? Зонда. Какой-то суперзлодей в фильме. Так, как это работает? Обычно в таких автоматах есть джойстик, а здесь нет, здесь только две кнопки. Наверное, управление с ним. Вот, раз и два. Так, ну тут стрелочка, наверное, эта штучка должна двигать, смотрите. Опа, опа, поехала, поехала. Куда дальше? Так, стоять, стоять. Ой, он сам остановился. Он сам показывает, когда опускаться. Ты все, это вся игра? Ну-ка, нажми. Что это? Это даже еще сложнее, чем мягкую игрушку вытащить. Они такие маленькие. Дай я попробую, я вот точно вытяну, поверь. Я такие игры легко прохожу. Цокидо, смотри, смотри, так. Начинаем двигать, 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 двигать. И останавливаемся ровно, оп, по серединочке. Теперь в ту сторону. Нажимаем, держим, нажимаем, держим, и стопемба. Давай, вытянуй, вытянуй. И чупа-чубрик. Мне кажется, как будто это невозможно. Это какой-то скам советский, представляете? Ладно, все, Риви, не отойдем от этого автомата, пока не вытащим чупа-чуб. Поэтому еще попыточка. Я не верю, что эта штука скамила советских людей. Нет, не верю. Ну, тогда все было честно. Нет, ну как так? И еще одна попытка. Последняя попытка. Последняя попытка. Вижу. Да блин, Риви, ну все, у нас, походу, нет шансов. Что делаете? Опа. Пытаемся вынуть чупик. О, я тоже чупик хочу. Но, Глент, предупреждай, это азартная игра, мы здесь же столько копеек оставили. Ага, то есть играли много, автомат подкормили, я понял, хорошо, так, все, я тоже с вами. Сейчас, 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 сейчас. О, 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 о. О, а как? Как ты, как ты это сделал? Тихо, 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 тихо. Сюда, мое, мое. А как у тебя получилось? Да, сюда. Вот это да, с кокосиком и ананасом. А как? Ты можешь потеряться секретом? Вот она, с первого раза. Ребята, я прошелся по всему этому помещению, автоматов очень много, и я вот подобрал для вас интересный. Посмотрите, он в виде шара, и здесь всего две кнопки. Подача шара и вот такая вот крутелка. Управление битой. Давайте попробуем. Так. А! А, посмотрите, поняли, ребят, концепцию-то. Ну тут, ребята, сынца бешеная просто. Это сколько? TPI. Ладно, запускаем игру. Все, мяч полетел. О! Э! Разрабы! Ладно, забагалась. Попробуем еще раз. Ребята, управлять невозможно. Посмотрите, как она летает. Просто... Просто очень быстро, невозможно управлять. Ну ничего, ничего. В принципе, игра понятная. Такая спокойная. Видите, с какой скоростью он полетел? А автомат сказал, что я сегодня спортсмен? Ну, в принципе, что, ребят, я поставил рекорд дня на этом автомате, я собой горжусь. Но она сложная. Не думайте, что это легко. Мне было очень тяжело, я очень нервничал и злился. Но получил удовольствие, получил эмоции. Прикиньте, тогда даже существовал автосимулятор. Прям с рулем, с педалями, с коробкой передач. И он находится прямо за мной. Посмотрите, во-первых, мне нравится, что здесь все очень красочно, ярко. Спидометры, даже какая-то кнопка вкл-выкл. Это, наверное, включить игру, выключить игру. Так, здесь есть первая передача, вторая, третья. А, это нейтралка. Стоим на нейтралочке. Так, снизу у меня здесь под ногами есть педаль. Кстати, эта штука беспроводная, то есть работает без сети. Только вот педаль, и все. Получается, электричество не нужно, можно даже с собой брать, не знаю, на природу. Так, мы имеем только одну гоночную машинку. На ней тоже один скин и вот такой магнитик. Итак, у меня нога в пол, педаль в пол. Нейтралку вырубаем на первую и поехали. Вот, смотрите, я еду. Оп-оп, надо, ай! О, авария. Так, едем, едем, едем. Оп-оп-оп, почти, почти врезался авария. Так, стоять, 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 на паузы. Слушайте, ну, тут главное надо переноровиться, а так, в принципе, вот, смотрите, еду в кольцевую гонку. Короче, это такая гонка на время. Ну, реально, здесь надо прям тайминги ловить. Ладно, это была первая скорость. Попробую сыграть на фулл скорости. Ой, оп-оп-оп, оп. Так, мне здесь сложно стоять. Оп-оп-оп, ну, и все, встрял. Короче, вот так вот выглядел пра-пра-пра-пра-пра Дед Форзе. Прикиньте, вот, тачка, гоночная трасса, реалистичная графика. Что еще нужно было тогда? Да, может показаться, что это довольно скучно, но представьте, из альтернатив у вас просто машинка и пол. А здесь гоночная трасса, руль. Короче, эта штука была действительно уважаемой среди пацанов. Ладно, пойдем посмотрим, что здесь есть еще. Ребята, как вы видите, мой коробок уже пустой. Хороший автомат, интересный. Я выиграл 3 мамбы и чупа-чупс, но чупа-чупс разбило пол. Тяжелая жизнь советского ребенка. Тем временем мы пришли к пинг-понгу. Только он называется спорт. Я вот в точно такую же играл на своем первом компе. Ну что, игра была бесплатная, сразу была установлена на комп. Let's go! Так, маяцку закинул, жмем старт. О, шарик в игре. Здесь все просто, одна кнопка с этой стороны, одна с этой. И отдельное удовольствие ты вот в таком вот автомате получаешь от запуска этой игры. Посмотрите. Ух, успел. Ну все, в принципе, я не знаю, сколько у меня здесь очков. Буду играть на время. Самая главная задача это выжить. Ну все, шарик бьется, путешествует. Ничего, но у меня еще три попытки. Ну не знаю, шарик появился, а это самое главное. Короче, более современная версия этой игры намного интересней. И вот, кстати, как она выглядела на компе. Миллионы там, миллиарды можно было набирать. Влад, 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 иди сюда! Чего? Давай в хоккей сыграем. Ага, ага. А почему они с этой стороны, а не сбоку? Так, сейчас. Нужно понять управление. Ну сынса здесь очень медленное, прям. Он сказал, что рычаги тугие. Вот за этим автоматом встречались настоящие мамонты и доказывали, кто сильнее. Так, мяч появился. Управляем вратарем. Тут главное посильнее шмальнуть. Так, нет. Оп, куда не туда, в свои ворота. Так, вот он мяч. Кстати, хоккейная шайба у нас похожа на какой-то шарик. Опа, не в ту сторону, блин. Тут управление какое-то леворульное. Главное лупануть. О, слышишь, блин, прикольно. Необычно, необычно. Ну да, странно, что это мячик. О, после... Так, шайба возле моих ворота. О-о-о! Вратарь! Я забил, я забил. О, игра сразу начинается, прикинь. Так, овечкин, овечкин, где ты? Я вообще не успеваю, мозг не успевает сообразить, как это работает. Обычно же в футбол играешь сбоку. Ну что, мы привыкнем? О, почти гол, от ворот. Провалился. ВЫБИЙ! ГООЛ! Игра окончена, написано. Все, Серега, спасибо за партию. Спасибо, хоккей это лучший! В общем, раньше не все могли себе поставить компьютер домой, или вот такой вот игровой автомат. Поэтому приходилось использовать какие-нибудь маленькие прикольные игрухи. И у нас здесь много чего представлено. Ну, первая игрушка это у нас Юла вообще. В нее играли все дети, просто куда-нибудь ставишь, поднимаешь такую штуку вверх, несколько раз нажимаешь, и она крутится. Это как спиннер из СССР, ну просто такой вот антистресс. И прикиньте, вот просто вот такой вот штуки хватало детям, чтобы радоваться. Поэтому, если у вас там что-то ком, какую-то игруху не тянет, поверьте, это еще не самая главная проблема. Так, дальше у нас идет тетрис, но вот это смартфон того времени. Так, врубаю. Здесь 1000 игр в одной такой коробочке. Тут даже был звук, такой приятный АСМР, над звуком поработали разрабы. И здесь есть все, танчики, гонки, змейка и так далее. О, я, все, я начал играть в гонки, шажкую по рядам, ну вот. Да, ребята, лучше не гонять. Раз, два, пошел, 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 пошел. О, нормально. Ну, 1300 очков, мне кажется, для пацанов с района того времени это вообще было, ну, то есть мы со мной бы даже не заговорили. О, тамагочи. Тамагочи, это твое карманное животное. То есть реально, ты в кармане носил своего животного. Я даже знаю, что люди ставили будильники на ночь, чтобы проснуться и покормить. Потому что если его вовремя не покормить, он может умереть. Вот, впервые, когда ты запускаешь тамагочи, ты начинаешь выбирать, какое животное у тебя будет. Вот есть барашек, есть пингвин. Вот я, например, выбрал себе утенка. Могу дать ему имя, например, Боб, Анна. У меня будет Ева, и мне нужно с ней постоянно играть, бросать ей мяч, и как-то ее развлекать, кормить, убирать за нее кака... О, о, уже накакала, по-моему, нет? А нет, какашек еще нет. В общем, это было полноценное домашнее животное в кармане. Ну, знаете вот эту игру, там, кот-том, где его нужно тоже одевать, кормить, только сейчас это с офигенной графикой. Вот откуда все это началось. Давайте попробуем покормить наше животное. О, дадим ей кусок хлеба. Оп, и все, Ева покушала. Пускай пока будет у меня в кармане. Так, о-о-о, нет, в глаза нельзя светить. Ты что, меня мама ругает, не надо, блин. Ребята, я тут нашел лазеры. Я в школе такой темой промышлял. Еще здесь вот в этих колпачках линза. Можно было паука какого-нибудь прикрутить, или там созвездие. И можно было светить. Одноклассницам прямо в глаза, ребята, готовы, я не знаю, что вообще произойдет. Также было можно играть с котом, и, короче, не знаю, я с этой штукой очень-очень много развлекался. А такую штуку ты когда-нибудь видел? Берешь заряд, засовываешь, целишься и стреляешь. Ну, я сейчас не попал, конечно. Над головой просвистело. Э, товарищи, товарищи, пойдемте по газировочке выпьем. Советской? Конечно, из граненого стакана. Реально? Погнали. Та-та-та-дам, ну выглядит, конечно, ух, вот так вот грубовато. Мне кажется, сейчас батя такой слезу вытирает, это же база вообще. Нам сейчас каждому выдадут по стакану, но раньше, в те времена, в этом автомате был только один стакан. И все пили с одного стакана, никто не вырвал, вот так вот он стоял. Подошел, попил, назад поставил и ушел. И все, никто ничего не мыл, не надо было ничего делать, вот. Нормально стояло. И такие автоматы стояли не в торговых центрах, а на улице, прикиньте. Так, я хочу выбрать орхунь сюда. Грушевый сироп. О, уже, 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 уже! Ой, а что это? Ого, пошла ты. Чего? Что так быстро? Свет интерес. Он очень газированный. Пенный. Как быстро! Вы видели, сколько газов было? О, посмотрите. Ну, выглядит аппетитно. И пахнет тоже по-грушевски. Тут даже пенку можно попить. Ну, а я, короче, по тархуну. И что, прям всегда три варианта стояло? Удивительно. Короче, я нажму тархунь, и все полилось. Ого, зеленая пена. Шрек в таком плавал. Слушайте, кто застал такие штуки, вот, все точно так и было, напишите в комментах. Так, ну, зеленый. Вкусный. Он еще прохладненький, представляете? Да, прохладный, это, я, кстати, сразу не обратил внимания. То есть летом, наверное, вообще было просто подарок. 30 градусов, жара, и видишь такой подарок любый. Всего лишь за 3 копейки. Так, тестируем. Офигенно! Меня просто забавляет, как оно быстро наливается, вообще. То есть мне просто кажется, что очередей у этого автомата не было, потому что вот, один раз нажал, все, очень быстро наделось. Бейли, стакан же нужно отдать. Да. Кстати, ребята, пока ребята пьют и наслаждаются газировочками, посмотрите сюда. Обратите внимание на вот этот вот аппарат. И давайте прочитаем. Встаньте против пулеверизатора. Короче, кто не понял, это автомат с духами. Закидываешь 15 копеек, становишься напротив, и вот с этой вот штучки... На тебя пшикают духами. Ну и все, все пахли одинаково, ходили. Не надо кучу духов дома иметь. Вот, вот, 15 копеек. Ребята, зацените, какой крутой автомат я нашла. Называется Репка. Прямо как в сказке, которую мама раньше рассказывала. Или в садике сценку делали, помните? В общем, нужно потянуть вот эту крутую штуку, Репку, и этот автомат измерит мою силу. Вот, например, можно быть мышкой, кошкой, жучкой, внучкой, бабкой или деткой. А как же без приза? Если моя сила больше 200 килограмм, то можно получить бесплатную игру. И именно этого я и хочу. Я хочу выиграть. Так, достаем кошелечек. Начинаем игру. Упираемся ногой и тянем нашу Репку. У-у-у-у, не надо тянуть. Моя сила всего лишь 38 килограмм. Я даже хуже мышки. Так, у меня 4 попытки, поэтому я буду пробовать еще раз. Ой, а то было тяжело. Всего лишь на 1 килограмм больше. А что, если я поступлю как в сказке? Пацаны, идите сюда! Ну, что, что, ну... Короче, мне немножечко не хватает дать детки. Вот совсем немножечко. Можете помочь? Чтобы быть дедом, нужно свыше 200. А попробуй одна сейчас. Ну что, ты до бабки не дотянешь. От 190 до 200. Давай, попробуй. Чуть-чуть не хватает, да? Ага, ага. Мышка! Ты мышка! Ты мышь! Отдохните, написано. Отдохни, реально. Сейчас. Понял, надо привыкнуть. Я, я кошка. Ты кошка. Я кошка. Моргай. Дайте, дайте, есть тактика. Ау. Нет, ребята. Спина? Я дед. Готовы? Да. 67. Фотка. О, жучка! Ух. 113. Жучка. Нет, это... А может так как... Нет. Слушайте, ребят, я думаю, что этот автомат по-любому запретили, потому что для спины опасно, это такой резкий рывок. А что, когда ты без разминочки? Опасно, реально опасно. Давайте все вместе попробуем. Так, давайте. Делаем как в сказке. Ухватимся все со всех сторон. Готовы? Все взялись? Сейчас, погоди. Давайте. Раз, два, три. Давай, 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 давай! Воу! Круто! Детка! Мы деды. Мы деды. Эта игра реально и безопасная. Так, а сейчас мы вам с ревью показом, во что играли на улице, прикиньте. Для этого нужно было всего лишь две палки вот такие и маленькие палки. Если вы видели мультик, ну погоди, то там бегемот играл в такую игру. Она называется городки. Смотрите, здесь есть зона такая квадратная, это называется город. И внутри города у меня есть постройка, в данный момент колодец называется. Это страхная зона, и моя задача сбить этой палкой всю эту постройку. Главное, чтобы каждая штучка вылетела за пределы города. Правила объяснили? Риви, начинай. Так, первая попытка моя. Пробуем. Эмима! Не долетела. Ничего, не расстраиваемся, не расстраиваемся. Сейчас ты расстроишься, потому что я выбью, смотри. Опа! На! Попал в камеру. Вы как там, живы? Тут надо правильно как-то рассчитать тактику. Ну, блин, я не ожидала, что эта игра будет такой интересной. Так хочется выиграть. На самом деле, это просто какие-то палки, но так интересно. Да ё-моё! У тебя очень-очень близко, да. Прям очень близко пролетело. Офигеть! Получилось! Обалденная игра. Блин, ну опять я проиграл, но это реально весело. Ладно, пойду искать дальше автоматы. Так, а что у нас тут еще есть? Сейчас, если вам хочется послушать музыку, вы можете включить YouTube, телефон, ВКонтакте. А раньше не было интернетов, использовали вот такие огромные магнитолы, они еще очень тяжелые. А вот это плеер. У тех, у кого такие были, были самыми крутыми ребятами на районе. И, кстати, у меня такой был. Посмотрите, как это работает. Вот сюда вставляется кассета. Видите, внутри кассеты есть пленка. И на нее записывалась музыка. Спросите, как это работает? Честно, я не знаю. Но вот так вот вставляется кассета, закрывается. И тут разные кнопочки. Даже есть кнопка перемотки. Можно отмотать на любимый момент. Берете наушники и нажимаете play. Играет музыка. Правда, вам не слышно, но для этого есть магнитофоны. По-моему, это супер круто и супер стильно. Ребята, смотрите сюда. Давайте покажу. Вот так вот выглядит мое игровое поле. Циферки от одного ля-ля-ля-ля-ля. И вот у Сереги такая же тема. И вот, посмотрите, на одном делении четверка, а на другом 13. То есть, если мячик здесь, мне нужно нажать 4, а Сереге 13. Да, кто успел, тот и выиграл. Сейчас, врубитесь, запуливай мяч. Он уже тут, на 11. А, так. Я на 11, а у тебя на 6. Так, цифра 4. Оп, поехали. Восьмерка. Оп, ага, семерка. 13, где на нем? Так, Серега, я уже выбил оттуда. Очень много кнопок, очень много. Тут надо прям успевать. Короче, это баскетбол. О, нужно забить кольцо, как я прямо сейчас. Удар, удар, удар. Восемь. Да ё-моё. Это не баскетбольное поле, это пианино. Нет. Ну, ребята, есть еще одна крутая игра, которую я хочу вам показать. Морской бой. Вот что, ребята, я хотел вам показать. Этот автомат меня реально удивил. Вот это все я вот видел, но не понимал, как это вообще работает. Но когда я взглянул, я все понял. И вообще, прелесть этой игры, что вы можете вот, позвать друзей, которые будут смотреть в это окошечко и наблюдать за игрой. Видите, ребята, там плывут корабли, и сейчас полетит торпеда. Это я отправил ее... Оп, чуть-чуть промазал, ребята. О-о-о! О-о-о, как эффектно! И круто, что ваши друзья могут вот здесь стоять и болеть за вас. Так, давайте еще парочку корабликов уничтожим. О-о-о, есть, есть, есть! Хлопнул, хлопнул корабль. Все, ребята, пристрелялся, ай, ушел. На, получи, кайф! Слушайте, когда это вообще придумали? Миллион лет назад? Для того времени этот автомат просто вообще 10 из 10 ставлю. Реально, кто-то придумал умный. Во, айтишник, наверное. Ребята, я совершил ошибку. Я сначала закинул монету, а потом сажусь. Это как на быке прям. Ладно, не будем ломать. Есть еще вот такая развлекуха. До сих пор такие стоят в торговых центрах. Сейчас у нас с Глентом начнется конкретный форсаж. Посмотрите, два руля, один автомат. Это значит, что будет гонка. И, конечно же, педаль газа. В общем, ребят, мы начинаем соревнования, а вы в процессе все поймете. Будем сражаться за звание главного скритчер-гонщика. Let's go. Выбираем гоночную трассу и нажимаем на старт. Ого, ого, а гоночная трасса, это ни фига себе. Мое! Куда ты рулишь? Так, вот здесь, снизу, по центру виден результат. Так, ну слушай, Глентик, ты видишь, кто впереди? Да тут ты впереди еще. Ну я не могу! Так, тут еще можно тормоз сжать, но тормоз для Глента. Да я не нажимаю тормоз вообще. Онли на газах. А, что? Время, время, время гонки остановлено. Я проехал дальше, ну, можешь взять реванш. Let's go. У меня есть монета. Ночную трассу. Я оплачу. Ты оплатишь? Я оплачу. Вот здесь у тебя вообще нет шансов. Да. Смотри, беру один палец, засовываю вот сюда вот под руль, погнали. Не, Влад, 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 я тебе, ну, говорю, проще сдаться. Ты просто вдоль обочины едешь, дальнобочек. И правда. Вот, пожалуйста, посередине. Опа, опа, левее, правее. Выравниваемся на середину. Влад, ну, признайся, что тут у тебя нет шансов. Потому что учебная трасса, для новичков. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какие шашки, какие шашки. Ты посмотри, я еду быстрее времени. Сейчас будет конец, и победитель будет озвучен. Что? Чуть-чуть, чуть-чуть. Да нет, нет, приз. Смотри, приз едет, это мое. Ну, интересно. Куда поехал? Потому что я приз получил, я быстрее времени прошел, я побил рекорд дня. Ну, играй один. Ну, и буду играть один. Я нашел самый сложный автомат, в нем 15 уровней. И нам рассказали, что человек, который играл в эту игру и выиграл, он играл за этим автоматом 4 часа подряд. Это очень много, прикиньте. Короче, это игра конек-горбунек. Это, так сказать, сюжетка с 15 уровнями. И давайте я сейчас попробую в нее поиграть и проверю, чем она такая сложная. Итак, здесь есть джойстик. Этим джойстиком я буду перемещаться коньком-горбуньком, вправо-влево-вверх-вниз. Здесь есть кнопочка блок и кнопочка удар. Вот и все, в принципе, немного кнопок, попробую разобраться. Смотрим. Так, бежим, бежим, перепрыгиваем. Оп, так, бежим дальше, бежим, 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 бежим. Такая 2D-пиксельная игра. Так, джойстиком двигаем-двигаем, дошел до препятствия, перепрыгиваю, отлично. Иду дальше, иду дальше, перепрыгиваю, еще перепрыгиваю, иду дальше. В принципе, пока что все понятно и просто. Так, здесь надо успеть запрыгнуть. Блин, одна жизнь осталась. Реально сложно. И, оп, отлично, запрыгнул. И прыжок. Ес, преодолен. Опа, тут какие-то яблоки падают. Ничего себе. Я убедился, что эта игра действительно сложная. Здесь нужно потратиться реально, ну, хотя бы минут 30, чтобы понять, как этот джойстик работает, в какой момент перепрыгивать, в какой момент пригибаться. Короче, я думаю, в то время она была суперкрутая, потому что здесь есть сюжет, здесь нужно двигаться, здесь не просто пострелять ту-ту-ту и уйти, а прям проходить игру, ну, как мы сейчас проходим там, ФНАФ и любые другие игры. Ну, короче, у меня с этими играми ничего не получается. Ребята, я тут такое нашла, меня это просто очень сильно удивило. Вот что вы делаете, когда хотите посмотреть мультик? Включаете либо телевизор, либо ноутбук, правильно? А тут целое приспособление. Представляете, с помощью вот этой штуки, которая называется киновизор, можно посмотреть мультик. Смотрите, как это работает. Здесь есть кассета, на которой есть мультик. Вот, допустим, новое платье. Тут у меня есть разный выбор. Сейчас я его вставляю, закрепляем. Тут есть такое окошко или глазок, в котором я могу увидеть весь мультик. Вот так вот. А здесь механизм, который запускает этот мультик. Вот так вот. И чтобы это все было лучше видно, нужно использовать фонарик. Подсвечиваем наш мультик и запускаем наш мультфильм. Офигеть, ребята, вы не представляете! Это реально работает! Тут даже можно корректировать скорость. Блин, ребята, это так круто! Знаете, как это работает? Как первые киноаппараты. Внутри находятся рисунки, и каждый кадр это новый рисунок. А за счет того, что я их кручу, создается движение, и кадры меняются. То есть одна картинка сменяет другую, и происходит такое движение. Это просто что-то невероятное! Какая-то магия! Ребята, хочу показать вам компьютерный клуб того времени. Посмотрите, здесь куча приставок. И все это на вот таких вот мониторах. Посмотрите, какие у них размеры. Ящик, ящик, еще один ящик, посмотрите. Да. Здесь представлена эволюция всех приставок. Видели когда-нибудь вообще PlayStation 2? А? Это как 4, только 2. Все, вот. А ну, сюда. Так. Садись. У нас будет показательный бой. Мы на самом деле уже немножечко потренировались, и сейчас сыграем в Tekken. Зацените, какие раньше были геймпады. Что это вообще такое? Все такое неудобное. Вот эти вот штуки вообще не работают в Tekken, то есть ими нельзя управлять. Да ладно эти. Пойдемте, покажу. Это вообще что? Это что за мутант? Летающая тарелка или что? Итак, мы выбрали своих любимых персонажей, и сейчас будет настоящая заруба. Вот, посмотрите, посмотрите. Мой левый, мой, мой левый паркурщик. Вот он, вот он. Танцует, танцует брейк-данс. Это мой, это мой. Я каратист джеки-чана бью ногами. Погнали. Сюда. На одну руку встали. Вертушечка, снизу удар. Так, 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 я еще пока что. Впереди, я впереди. Вот так вот, вот так вот умею делать. И вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Бей, бей! Давай, 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 давай! Бей! Это только первая победа, только первая. До двух побед, до двух побед. А это мы опять, это мы на камеру записываем. Я просто до этого столько раз проиграл. У нас 5 секунд. Э, ну ты не честно! Этого мне будет достаточно, реально. Э, 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 не так. И кто? Нет, это, это, это не считалось. Как? Нет, нет, нет. Нет. Сам начал бить. Ну, неправда. Сейчас, вот сейчас нормально будет, сейчас, сейчас побеждите. Смотри сюда, сейчас. Так, стой, 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 стой. А давай тогда, ну, сейчас до одной победы, брат. До одной победы, брат, до одной победы, брат, давай. Сюда, сюда, уже все, почувствовал, почувствовал этот удар. И сюда, сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Взад, уходи, 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 уходи. Отойди. До этого он мне 5 раз подряд проиграл. Ты тоже мне 5 раз подряд проиграл. 6 раз еще скажи. Ну, в общем, вот так вот сидишь, вот, посмотрите. Играешь, кайфуешь. Так. О, я знаю, я знаю, я знаю. Вот это сейчас будет реально жеза, реально жеза. Представьте, вот ты играешь уже 6 часов, вот стой здесь. Я бабушка, если что, я бабушка. О, я понял. Что-то фраза вот эта, сейчас. Глаза не болят. Прости. А потом, если батя заходит, то он такой... Пап, прости, попрости, попрости. А что монитор горячий, я не понял, я тебе 10 минут дал поиграть! Пап, прости, я... Ты хочешь, чтобы телевизор сгорел? Выключаем быстро, закругляемся! Главный страх детства, если папа заходит, бабушка просто прошла, глаза не болят, а вот батя, все, все, это считалось финалом. Ну что, ребята, надеюсь, вы кайфанули и классно провели время. Напишите в комментариях свою первую игру на компе или приставке, или даже на мобильном телефоне, напишите в комментариях, во что вы первые вот поиграли, соприкоснулись с этим миром. Ну и обязательно поставьте лайк. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, Серега и Ривень. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова